Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев. Это канал Футбол.Т.Жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас очередной тур чемпионата Италии против Киева и будет также игра против Сосуола. Зато уже в следующем выпуске возвращение Лиги Чемпионов, матч против Дортмундской Баруси. Будет интересно это все посмотреть. Но сегодня у нас первый матч для Алексея Мирончука в старте Ювентуса. Но также Георгий Джики сегодня проведет вторую свою игру в чемпионате Италии в старте. Что же, мы сыграем в дополнительный. Вот так вот я решил поменять игроков. Спинозол у нас ушел в аренду в Италию. И Сторара у нас будет играть левого полузащитника. Мирончук переходит на позицию Цапника. Хидира чуть пониже на центрального полузащитника. Немножко, чтобы в опорной зоне было все хорошо для Ювентуса. Поехали. Итак, вот он Марио Манджукич. Обогнал Криштина Роналда по забитым мячам на один гол. Сейчас Марио Манджукич играет лучше, чем Криштина Роналда. И сегодня мы посмотрим, сможет ли Марио Манджукич увеличить свой отрыв. Находит этим пасом Мирончука. Мирончук. И дает навес. И это голевая передача от Алексея Мирончука на Марио Манджукича. И забивает Марио Манджукич свой уже 17-й гол, опережая Криштина Роналда на два забитых мяча. Здесь Мирончук аккуратно. Ложный замах. И сразу же навес. Хлесткий. Манджукич просто разрывает поля в Италии. Даже после прихода Криштина Роналда. И гол Алексея Мирончука. Вот так вот на ложных замахах убирал соперника. И забивает Алексей Мирончук свой первый гол в первом же матче в старте. Очень хороший хлесткий удар. С левой ноги срабочий для Алексея. И вот так вот. Одного убрал, второго расчистил себе место. И за штрафной пробивает игрок. Это первый гол Алексея Мирончука за Ювентус. И заканчивается матч. Ювентус обыгрывает 2-0. Этот матч станет запоминающимся для Мирончука. Стал игроком матча. И забил первый гол за футбольный клуб Ювентус. Итак, сегодня у нас заканчивается еще и трансферное окно. Ну и Манджукич уже 17 забитых мячей. И вот приходят 2 нам предложения. Бинатию хочет купить в Манчестер Сити. Мы отклоняем. И Сандра хотят купить. Бавария. Мы отклоняем. Хотя Бавария очень низко предложила. Арсенал даже нам предлагал. Не вспомню. Летом, наверное. 63 миллиона. 64 там даже. Итак, самая главная сделка на данный момент это Дрис Мертенс, который пришел в Барселону. Ройс в Арсенал. И Каман тоже в Арсенал. Сторара сдан в аренду. Квадва Асамо могут у нас купить. Давайте начнем переговоры. Почему бы не за 11, к примеру? Реал Соседат соглашается. Ну, раз у нас тогда, во-первых, Сторара отдали в аренду, нам нужно какого-нибудь левого полузащитника. И сейчас мы узнаем, можно ли взять Решфорда в аренду. Надеюсь, что можно. Ага, он недавно только в Барусию перешел. Так что это не получится. Ну, тогда переходим к тому, что я и хотел сделать. Еще один русский игрок. Это Олег Шатов. Он в аренде, к сожалению. Совсем забыл про это. Кого тогда можно хорошего левого полузащитника? Если так даже посмотреть. Ну, хоть из России. Там должны быть хорошие левые полузащитники. Почему бы и нет? Посмотрим Евгению Коноплянку. 15 миллионов. Отлично. Можем купить Евгению Коноплянку. Начинаем мы переговоры, но не знаю я вообще, сколько у него зарплата. Фуф. Все деньги мы перевели на Коноплянку. Как бы это сейчас смешно не звучало, но Коноплянка переходит в Ювентус. Отлично. Удалось нам его подписать. Трансфер последний день. Ну, чуть попозже мы посмотрим все трансферы, которые были в Итальянской лиге. Зимнее трансферное окно. Сами Хедира в Барселону. Нет. Снова Сами Хедира. Прямо востребованный игрок. Но уже тут Барусь за него 33 миллиона предлагает. Но в Германии он не вернется. Ну что же, отлично закончилось у нас трансферное окно. Итак, давайте мы сейчас посмотрим, кого мы подписали сейчас зимой. Так. Ну что, вот они все трансферы. Зимние Конопли. Давайте с самого начала можно. Итак. Даниил Ругани перешел за 48 миллионов. В Парис-Сент-Жермейн. В 14 числа уже переходит за 15 миллионов Георгий Джики. 21-го ровно через неделю переходит Алексей Миранчук за 21 миллион. Спинозол уходит в аренду через 6 дней после того, как купили Миранчука. С Турара тоже уходит в аренду в Тайгерс. И Евгения Коноплянку покупает Ювенту за 15 миллионов. Неплохо так закупились. Итак, а у нас будет сейчас еще вторая игра. Александра хоть Милан ему, но Милан нет. Хотя они больше, чем Бавария даже предложили. Снова Александра, но уже Барселона нет. Итак, друзья. Домашний матч против Сосуола. Вот таким сталом мы выйдем. Надеюсь, Алишен больше не будет таких мячей пропускать. Пусть играет в дополнительный. Ну и Кричан Роналду нужно забивать минимум хэт-трик, чтобы обгонять Марио Манджукича. Итак, чемпионат Италии Ювентус Сосуола. Сосуола называют итальянской Барселоной по схожести эмблемы, да и по стилю игры. Но сегодня Кричан Роналду встречается против Сосуола. И Кричан Роналду подхватывает мяч и забивает. Один гол отделяет Роналду до Манджукича. Старая Сеньора снова на ходу. И теперь Роналду может стать лучшим бомбардиром этой команды в чемпионате. И вот так вот просто подхватывает мяч и левой ногой пробивает. 16-й гол Роналду за Ювентус в чемпионате Италии. Этот трофей поднял Велбек вместе с российской командой. И Велбек забивает. Вот так вот напоминает о себе Велбек главному тренеру Ювентуса. Нахлынули на него воспоминания в прошлом сезоне, когда он выступал еще за Краснодар. И вот так вот Дэнни Велбек забивает и сравнивает счет в матче с Ювентусом. И Бэйл какой красивый гол забивает Гаррет Бэйл. Сегодня поднял Бэйл просто весь Уэльс на уши. И посмотрите какой красивейший гол он забивает. Вот так вот он доходит до самой бровки. Останавливает мяч. И с такого острого угла во внутреннюю девятку забивает Бэйл. Шикарный гол. Возвращает Бэйл на... И Криштиану Роналду в перекладину мяч попадает. И Бэйл какой красивый гол. Сейчас забивает Гаррет Бэйл. 3-1. Дубль бывшего игрока Реала. И красивейший гол. Снова два красивейших гола забивает. Но здесь Роналду в перекладину. И вот здесь просто пушка страшная. Левая нога. Консигель еще не успел встать. И вот так вот пушка. Тоже под самую перекладину забивает Бэйл. За 4 минуты мы видим забивает дубль. И Роналду... Ой, тут еще и Дуглас Коста. Начинает показывать свои знания восточных единоборств. И снова Лемос теперь уже спасает. Не удается Криштиану пока что забить. И Гаррет Бэйл забивает хит-трик. Ведь весь матч сегодня играл Ювентус на Криштиану Роналду, чтобы Роналду снова поднялся на первую строчку в бомбардирах. Но вот таким вот образом на Роналду всегда все идет. Но снова попадает в перекладину. Здесь уже Бэйл элегантно добивает левой ногой. Замечательный сегодня матч для Гаррета Бэйла. Все думали, что не прошла еще акклиматизация для Ольского игрока. Но шестой гол уже забивает Гаррет Бэйл в чемпионате Италии. И снова Консик. Да он просто все удары будет сейчас, наверное, тащить от Криштиана Роналду. И, наконец, забивает Криштиана Роналду дубль в сегодняшнем матче от Криштиана Роналду. И хит-трик от Гаррета Бэйла. Вот так вот они аккуратно разыграли. И Роналду, наконец-то, забивает. 5-1. Отличный разгром от Ювентуса. Давайте посмотрим на этот шедевр. Вот здесь вот он аккуратно снова даже не на ложном замахе, а просто легкий финт был. И с дальней дистанции практически как и Миранчук забил. Только тот с другого угла бил. Но тут прямо в девятку. И забивает Криштиана Роналду. 17-й гол. Тем самым догоняя Марио Манджукича в списках бомбардиров. И вот он, Криштиана Роналду убирает одного защитника, другого. И удар Криштиану Рональду забивает хит-трик. Два хит-трика в одном матче, друзья. Криштиану Роналду. Благодаря своему этому замечательному голу снова в девятку в консиле. Больше не тащит уже удары от Роналду. Все-таки Ювентус показывает с каждым матчем, что они готовы извиниться перед своими болельщиками за то злосчастное поражение в Кубке Италии от Торино. Но все-таки гол красивый. И забивает Роналду свой 17-й. Или уже 18-й, кстати. 18-й гол Криштиана Роналду. И на один гол опережает португалец хорватского нападающего из Ювентуса. Марио Манджукич. И Роналду все-таки становится лучше. Ну, посмотрите, 12 ударов. Каждые 4 удара он забивал. Но сейчас мы узнаем, кто все-таки лучший игрок. Лучший игрок это Гаррида Белл, нам говорят. Здесь 0 оценка и у того, и у другого. Но. Ага, тут смотрите, Роналду 3 гола, 2 голевых паса. У Белла только один. Я думаю, Роналду не отдавал ни одной на Белла. Ну что ж, друзья, замечательный выпуск получился. 2 хит-трика в одном матче. Такого еще вроде у нас не было. И пока что очень хороший отрыв от второй строчки Ювентус сделал. Ну и Роналду 18 забитых мячей. С этим мы его и поздравляем. И будет матч против Феррентины. Интереснейший матч. Также будет матч против Баруси Дортмунд. Которая хотела подписать сами Хедиру. Но немец остался в Ювентусе. Ну давайте Бресс-конференцию. И я бы все-таки все равно, но мне кажется, что Белл намного лучше сейчас сыграл, чем Косяна Роналду. Бернардески встречается с прошлым клубом своим. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футболу Тожили. До новых встреч, друзья. До свидания.